Всем привет! Меня зовут Сергей. В одном из прошлых видео я показывал, как можно комбинировать движения с сайта Миксама в блендере. В этом видео я покажу немного более сложный пример. Сделаем из нескольких движений с Миксама небольшую историю. Для этой анимации нам понадобится сценарий и 5 файлов движений, скачанных с сайта Миксама. Для начала скачаем их. Там, где есть возможность поставить галочку на месте, ставим. Потом импортируем их в блендер, по одной. В меню файл, импорт, fbx. Ищем папку, куда мы сохранили эти движения. Убираем файл. Жмем импорт. Идем во вкладку анимация. Нам здесь нужны окна DOPSHEAT, GRAPH EDITOR и NLA REDACTOR. В окошке DOPSHEAT меняем значение на Action Editor. Здесь мы переименуем нашу анимацию. Можно теперь удалить персонажа. Как видите, анимация сохранилась. Это так называемый Action. Блок сохраненной анимации персонажа или объекта. Проделываем эти операции с другими движениями с Миксама. Последнего персонажа мы не удаляем. Вместо этого мы будем сейчас редактировать анимацию и создавать новые экшены. Выберем скелет персонажа. Идем в обзор Properties, Viewport Display, Infront. Теперь скелет будет всегда виден, как бы мы не повернули фигуру. Это облегчит нам работу с ним. Так, этот экшен, который я назвал TalkFone, я хочу совместить с окончанием ходьбы персонажа. То есть с экшеном под именем StopLock. Нам от анимации TalkFone нужна верхняя часть тела, от анимации StopLock нижняя. Для начала сделаем ее уникальную копию, дадим ей номер 2. Ее мы будем изменять. При этом в блендере останется неизменная копия. Выделим скелет, перейдем в Pause Mode. Теперь выделим через Shift все ненужные нам кости. Это ноги и кость hips, бедра. Этой стрелочкой мы переключаем видимость объектов в окошках редакторов. Если стрелочка активна, мы видим только то, что выделено. Если не активна, видим все объекты с ключами анимации. Удаляем ключи с выделенных костей. Этот экшен готов. Выбираем следующий, под названием StopLock. Делаем копию. Инвертируем выделение костей. Клавиши Ctrl-E. Удаляем ключи с выделенных костей. Остальные экшены мы пока оставим как есть. Давайте соберем из них нашу маленькую историю. Делать это будем в NLA редакторе. Выбираем экшен, который по сценарию должен быть первым. Это SetLock. Грустная походка. В NLA редакторе превращаем его в стрип. Этот стрип мы можем теперь резать, двигать, ускорять, совершать другие действия. При этом оригинал анимации не изменится. Далее добавляем в редактор анимацию с телефоном. Нам она такая длинная не нужна. Доводим курсор до нужного момента. Выделяем стрип. Жмем Y. Удаляем ненужную часть. Добавляем Stop Walk. Анимация грустной походки проигрывается на месте. Во время анимации под названием Stop Walk персонаж передвигается. Давайте отредактируем анимацию так, чтобы персонаж оставался на месте. Выбираем стрип. Жмем Tab. Выбираем кость Hips. Именно от нее зависит поступательное движение персонажа. Курсор в граф-эдитор. Жмем Home на клавиатуре. Здесь сразу видна кривая, которая отвечает за передвижение. Выделяем на этой кривой ключ. Жмем L на клавиатуре. Теперь удаляем ключи. Вот теперь персонаж шагает на месте. Передвинем стрипы. Stop Walk ставим сверху. Set Walk, Talk Phone ставим на самый верх. Здесь принцип как в любом графическом редакторе со слоями. То слой, что сверху, скрывает те слой, что снизу. Сейчас переход между анимациями выглядит не очень хорошо. Чтобы исправить, ищем в правой панели графы Blend In и Blend Out. Они отвечают за то, чтобы стрипы плавно меняли друг друга. Blend In уменьшает влияние анимации в начале стрипа, а Blend Out в конце. В двух верхних стрипах мы покрутим Blend In, а в нижнем Blend Out, чтобы добиться плавного перехода. Также подвигаем немного стрипы относительно друг друга. После окончания движения по сценарию персонаж пару секунд смотрит на экран. В этой сцене FPS это 30 кадров в секунду. Значит пара секунд это 60 кадров. Здесь кончается движение. Добавим к этому значению 60. Здесь мы добавим анимацию прыжка. Я хочу ее в начале немного смешать с предыдущей анимацией. Для этого мы ее дублируем. Ставим сверху над анимацией прыжка. Blend In поставим на 0 и подвигаем Blend Out. Это потому, что у этого стрипа теперь смешивается окончание с началом другого стрипа. У этого другого мы покрутим Blend In. Когда добьемся нужного результата, обрезаем и удаляем ненужную часть верхнего стрипа. Добавим последнюю анимацию танец. Встанем ее под анимацией прыжка. Двигаем их относительно друг друга и крутим Blend In и Blend Out. Стрип танцем повторим 2 раза. Идем в боковую панель, ищем Playback Settings. В графе Repeat ставим цифру 2. Основная анимация готова. В следующем уроке я покажу, как добавить в нее телефон, как отредактировать, добавляя ключи поверх трипов, и как проанимировать переключение между камерами с помощью маркеров. Ставьте лайк, если видео понравилось. Это очень хорошая мотивация для меня и знак для YouTube, что видео угодно. Всем пока!